Средство простейшее. Вы устраняете контакт, нет раздражения и кожа ваша здорово. Вы подбираете те виды одежды, где металлическая фурнитура либо отсутствует, либо занимаетесь ручным творчеством, то есть накладываете сзади двух- или трехслойный матерчатый участок аппликации для того, чтобы непосредственно металл с кожей не контактировал. Снять симптомы уже возникшей реакции, ну это обычно нужно просто показать величину реакции, оценить ее, потому что иногда бывает инфицированная ситуация, неинфицированная, там видение будет разное. И как правило при возникновении такого рода реакции надо соблюдать привычную гипоаллергенную диету, то есть без химического, без едкого, без раздражающего, тогда кожа восстанавливается лучше. Вы только на никель имеете вопросы или какие-то другие ситуации? Да, так как на никель у меня больше ни на что не было. Да, в такой ситуации еще необходимо, знаете, что сделать? Посмотреть дома аккуратно на ту посуду, в которой вы готовите. Ага. Потому что металл, который попадает в процессе приготовления в пищу, будет скрыто сенсибилизировать, то есть влиять на усиление аллергии, именно потому что такова посуда. То есть для вас идеальный, наиболее экологичный стекло, керамика, эмалированное покрытие, но целое. Если где-то малейший скол на эмали, на тарелке или на чем-то еще, для вас эта посуда опасна. Необходимо предупреждать о аллергии на никель в случае проведения некоторых медицинских вмешательств и, в частности, врача-стоматолога при проведении протезирования. Иногда это может быть важно для выбора материала, из которого будут изготовлены те или иные конструкции. На эмалированной посуде есть какие-то сколы. Это вредно не только для тех, у кого нет никелевая сенсибилизация, но никак. Потому что железные кружки, ложки, это как медная посуда, оно может проходить. Просто это не такая частая ситуация по чувствительности, но уже если у человека это есть, то вот именно вот такое сочетание. Особенно если пища имеет более кислую реакцию, то есть, например, что-то будет добавлять, или уксус, или томаты готовятся, то выделение солей и металла происходит более интенсивно, и человек употребляет внутрь, то есть это будет поддерживать вот эту ситуацию. Продолжение следует...